В Улан-Удэ Очень важно, да, когда с малых времен дети помнят и изучают ту историю, которая была на самом деле. В Улан-Удэ стартовали торжественные мероприятия ко Дню Победы. Даст возможность не только поучаствовать в посадке дей и кусарников, а даст возможность еще и осознать ту важную победу, которую принесли нам прадеды и деды. Улан-Удэнские школьники присоединились к акции «Сад памяти». День Победы! День Победы! День Победы! Спасибо за светлое небо. В поселке Восточный поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас стреляем, пошли. 9 мая в Улан-Удэ реконструирует последний бой героя Советского Союза Сергея Орешкова. До этого мы здесь покупали курицу. Одна курица стоит 280 рублей. А сейчас нам отдают ее одну курицу за 30 рублей. Яичный бум. Как в Бурятии, кур раздают. Сесала голова, да, то есть, ну, это было слабо, шире находишься. Вот, насколько знаю, он так и выписался. Инвалидно. Размер не имеет значения. Еще раз о клещах. Главные новости уходящей недели в материалах корреспондентов нашей телекомпании. В эфире новости на АТВ. Меня зовут Анастасия Левина. Здравствуйте. По всей республике проходят праздничные мероприятия в честь Дня Великой Победы. В митинге на Комсомольской площади приняли участие юно-армейцы, школьники, ветераны и наш корреспондент Юлия Туманова. Сегодня на площади Комсомольской проходит митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Многие из нас ежедневно проезжают мимо этого памятника, но кто-нибудь задумывался, кому он посвящен? Давайте узнаем. Площадь. А как площадь называется? Сейчас надо вспомнить. Комсомольская. А памятник кому посвящен? Павшим бойцам Великой Отечественной войны. Воинам Бурятии. А площадь как называется? Площадь Комсомольская. Ой, я уже думала, скажете, революция. Но вовремя остановилось. Кому посвящен этот память? Героям Великой Отечественной войны. У вас в семье кто-нибудь воевал? Да, у меня воевали. Дед воевал, он был командиром БТАИ, даже получил ранение. Я думаю, что каждую семью в городе Лондэ коснулась эта война. Да, у меня воевал мой дедушка, родной дедушка. Он воевал в Великих Луках, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. Я был, когда маленький. Моей папой и мамой всегда приводили меня на торжественные мероприятия, на парад находили, когда он проводился. Очень важно, да, когда дети помнят и изучают ту историю, которая была на самом деле, а не то, что пишут в интернете. Памятное мероприятие прошло и в 13-й городской школе. Ее ученики приняли участие в международной акции «Сад памяти» и узнали о невероятной силе духа и единстве нашего народа в тяжелые годы войны. Память – это бессмертные защитников Бреста. Это клятва панфиловцы. Ни шагу назад за нами Москва. Это 900 дней блокадных Ленинграда. Это мужество тех, кто бросался под танки и на вражеские амбразуры. Цель акции – увековечить память о 27 миллионах погибших в годы войны. По всей стране высадили больше 14 миллионов деревьев. И я надеюсь, что они, если посадили, они будут очень внимательно следить, как будут расти данные кусарники дяеви. Поэтому даст возможность не только поучаствовать в посадке дяевих кусарников, а даст возможность еще и осознать ту важную победу, которую принесли нам прадеды и деды. И то, что мы имеем это чистое мирное небо, имеем возможность высаживать дяеви, которые помогут и облагородить, ну и это легкие нашего города. В этом году «Сад памяти» высадили и на территории Дворца детского и юношеского творчества. Накануне Дня Победы депутат Народного хурала Игорь Марковец и ребята из студенческого отряда Бурятии поздравили ветеранов поселка Восточный. Как чествовали героев, расскажет Юлия Туманова. День Победы! День Победы! День Победы! Александр Михайлович Петров родился в октябре 1926 года. На фронт ушел в 43-м. Служил в танковой бригаде, после войны работал на авиазаводе. А мы вас хотим, Александр Михайлович, поздравить с наступающим праздником, 9 мая. Счастья вам, здоровья. В прошлом году ребята из студенческого отряда сделали косметический ремонт в квартире ветерана. Навестили его и в этом году. От имени участника Отечества войны и участника тыла большая благодарность вам за все, за все хорошее. Дандо Проднаевич Ухинов родился в ноябре 1927 года. Ушел в армию в 17 лет. Служил в снайперской стрелковой роте, а затем в дивизии ПВО. Участвовал в войне с Японией. Благодаря работе студенческого отряда перед окнами ветерана скоро появится зеленый сквер «Сад Победы». С января, с февраля мы начинаем помогать ветеранам. Не только ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, детям войны. Поэтому, я считаю, большой плюс для наших ребят. Они видят, они сами добровольно изъявляют желание помочь. С Днем Победы! Спасибо за светлое небо! Мы всей душой, всем сердцем хотим хотя бы частичку того тепла, той доброты, которая у нас есть именно в памяти, и в почтение, в поклон передать, поздравить. Сегодня мы с ребятами со стройотрядом посадили здесь сад, так называемый Сад Победы, чтобы было приятно смотреть, наблюдать. Хочется, прежде всего, выразить поклон, благодарность, поздравить с наступающим праздником, ну и пожелать крепкого-крепкого здоровья и счастья. Юлия Туманова, Жаргал Арденеев, телекомпания АТВ. 9 мая мы будем вспоминать героев, смотреть военные фильмы, перечитывать произведения тех лет. Но они не всегда полно передают атмосферу реальных событий. Полностью погрузиться в нее улан-уденца помогут реконструкторы. Раньше всех сцены войны увидел наш корреспондент Александр Зуев. Сегодня в Улан-Удэ прошел прогон о реконструкции подвига Сергея Орешкова. Участники показали картину боя, в котором погиб герой. Смысл в том, что мы тут наступаем вроде как бы, как автомат и пулемет начинают стрелять. Ложимся, потом опять двигаемся, потом с немцем деремся. Я санитарка выношу раненого с поля боя. Также у нас есть связистки и санитарки. Ну, вас же не будут там, надеюсь, убить или убивать понарошку? А, вот не знаю. Ничего не скажете? Не оставлю это секретом. Я вроде как партизан. И какая ваша задача будет в реконструкции? Я вам сейчас дам тряпочку. Победить фашиста. Пробежать по краю, отстрелять патроны вот холостые. И? Выступление пройдет 9 мая в парке имени Орешкова с 4 до 10 вечера. Реконструкция лишь малая часть программы, но ее стоит увидеть. Возрастное ограничение 0+. Планируются ландшафтные исторические реконструкции. Мы пытаемся воссоздать быт, ну, времен Великой Отечественной войны. Будет госпиталь военный. Там будут сцены из жизни военных лет, да. И затем этот госпиталь у нас трансформируется в военный полевой кинотеатр. Кино будет показывать. В последние недели глава республики неоднократно заявлял о поддержке жителей Бурятии с личными подсобными хозяйствами. Например, есть господдержка для садоводов и огородников. А зарегистрированные как самозанятые могут получить субсидию на развитие своего личного хозяйства. Но настоящий бум вызвала анонсированная Алексеем Циденовым раздача куриц-несушек по цене почти в 10 раз ниже рыночной. Изначально улан-удэнская плицефабрика готовила 10 тысяч курочек, но желающих питаться домашними яйцами настолько много, что цифру увеличили вдвое. Нашим опытом уже заинтересовались другие регионы страны. А Липецкая и Ульяновские области хотят перенять удачный опыт поддержки села. Все подробности в следующем материале. Через свои источники информации, через инфочаты для людей довести, куда можно обратиться, чтобы сказать, нужно 10 кур, или 20, если семья большая. И тогда будет сделано распределение уже по районам, и надо будет там организовать вылаз. Сегодня мы приехали получать кур, который по льготной программе выдают. Получается, на наше поселение 130 кур, получают 15 семей. В основном это многодетные, которые под опекой, у которых есть дети, инвалиды. Ну и, соответственно, смотрели, чтобы люди могли содержать этих кур в порядке, и чтобы эти куры приносили пользу. Ты знал, что у курицы, какая температура, знаешь? Тело? Да. 40? 40 градусов. Да! До этого мы здесь покупали курицу, одна курица стоит 280 рублей, а сейчас нам дают ее одну курицу за 30 рублей, то есть разница очень колоссальная, практически в 10 раз. А у курицы зубы есть? Нет, я у вас смотрела. Но она же ест как-то? Ну, ест. Ну, клюет, да. Да. Есть? И нету курицы, лук вверх. Итак, 10 кур несушек обошлись жителям в 300 рублей, а за год они получат в среднем 2500 домашних яиц. Кажется, собачий сезон остался позади. Новости о покусанных людях больше не прилетают ежедневно. Но расслабляться рано, ведь за углом вас может поджидать не менее опасное существо. Какое? Узнаете прямо сейчас. Сисала голова, да, то есть, ну, это было слабо с шейных мышцами. Вот, насколько я знаю, он так и выписался инвалидом. Мужчину, о котором говорит врач-инфекционист, покусали клещи. Он работал в лесу, не вакцинировался и не сразу обратился в больницу. Такие последствия встречаются нечасто. Но не стоит уповать на волю случая. Ну, самые эффективные меры профилактики в отношении клещевого энцефалита – это, естественно, вакцинация. Хотя в рекомендациях написано, что вакцинация может проводиться в течение всего года, но все-таки важно и значимо начать прививаться весной. То есть, март-апрель. Это делается первая вакцинация, потом через месяц делается вторая и третий этап вакцинации – это через год. Тогда эта вакцинация будет считаться законченной. Каждый год от укусов клещей страдают тысячи россиян. С начала сезона в Бурятии за медицинской помощью обратились более 200 человек. В большинстве случаев люди отмечали укусы клещами в окрестностях населенных мест при выполнении хозяйственно-бытовых работ и в пределах населенных мест. Это территории ДНТ, СНТ, Улан-Удэ, Кабанского, Заиграевского, Тарбогатайского и Волгинского районах. Если вас укусил клещ, незамедлительно обращайтесь в больницу. Если это происходит в городе Улан-Удэ или в близлежащих районах, то есть в Волгинске, Тарбогатайске, то это наша республикационная клиническая институционная больница, в частности, загорная, 56. Мы работаем круглосуточно, 7 дней в неделю. Если это произошло в районах, то надо обращаться или в центральную районную больницу, или на станцию скорой помощи, или в ближайшее медицинское учреждение. Если вы сняли клеща сами, сдайте его на платное исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на Ключевской, 45-Б, или инфекционной больнице на Пирогова, 9-А. Но для профилактики лучше всего своевременно вакцинироваться. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства. Дарья Белева, Дансыма Айшеева, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ. Не переключайтесь, вот что вас ждет во второй части выпуска. Может быть от слова рабство? Мы тут как работа на галерах, но довольные и счастливые. День радио на МСМ. Хотя обучение, точка роста есть в любом случае. Свой бизнес за два месяца. В Бурятии стартует интенсив для социальных предпринимателей. А вы танцуете? Ну конечно, я танцы ставлю. Там есть танцы. Вообще человек-оркестр. Ну человек-оркестр. Как будто родилась заново. В Улан-Удэ прошел необычный фестиваль песни и танца. Я очень благодарна, что они забывают, что они помнят, чтят память отца. В Улан-Удэ почтили память политика Александра Лупсанова. Оптика СССР. Такую выгоду нельзя пропустить. В Оптике СССР весенние скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Приходите в Оптику СССР. Каждый год 7 мая мы с коллегами ходим поздравлять наших друзей с Днем Радио. В этот день у всех радиостанций профессиональный праздник. А ведущие радио МСМ начали отмечать его уже сегодня. Хотите попасть за кулисы и почувствовать атмосферу смеха, музыки и позитива? Тогда смотрите следующий сюжет. 7 мая ежегодно отмечается День Радио. И мне стало интересно, откуда взялось это слово? И почему в век цифровых технологий люди до сих пор слушают радио? Откуда произошло слово радио? Радио, ура. Я не знаю. Я откуда знаю? Это волны, радиоволны, передающиеся на расстоянии. Радио по-английски? Что еще? Я не знаю. Это, наверное, вещание. А откуда взялось? Не могу сказать. Может быть, от слова рабство? Мы тут как работа на галерах, но довольны и счастливы. Как вы думаете, что у радиоведущих всегда под рукой? Ну, микрофон всегда. Кофе, кофе. Кофе или какой-то энергетик. Сто пудов. Микрофон, микрофон, наушник. Соведущий, который поддержит «Трудную минуту» в эфире. Микрофон. Ну, он как поет и там что-то разговаривает, туда-сюда. Как стать крутым радиоведущим? Я не знаю, я не крутой радиоведущий. Надо быть креативным, позитивным и эрудированным. Работать. Веселым, грамотным. Почему людям интересно слушать, а не смотреть? Наверное, я люблю радио слушать. Радио-то можно послушать, пока ты по дороге на работу едешь, включить. Давно мечтаете открыть свой бизнес? Тогда следующий сюжет для вас. Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы запускает интенсив для будущих и уже опытных бизнесменов Бурятии. Подробности знает Дарья Белева. С чего начать, когда речь идет об открытии своего дела? Этим вопросом задается каждый начинающий предприниматель. Если вы в поисках ответов, «Мой бизнес» готов вам помочь. Центр запускает интенсив, акселератор социальных проектов. Социальный бизнес на данный момент востребован как никогда. На самом деле направление социального бизнеса очень широкое. В период прохождения акселератора участники смогут найти, определиться со своей нишей, составить бизнес-план. Их научат, как проводить маркетинговые исследования, как достигать поставленных целей. Мастер-классы, тренинги и домашние задания. За шесть недель будущие предприниматели прокачают себя и свой бизнес. Акселератор проходит не только для новичков, но и для действующих предпринимателей, которые после этого у нас вступили в реестр социальных предпринимателей, получили грантовую поддержку. Проходя обучение, точка роста есть в любом случае. Не важно, физическое это лицо или уже действующий предприниматель. У нас ведут опытные эксперты-наставники с опытом работы более 30 лет, которые подскажут, в каком направлении нужно развиваться. И возможно, что вообще создаются новые проекты. Первое занятие пройдет уже 16 мая. Подать заявку на участие можно на сайте «Мой бизнес» в разделе «Календарь мероприятий». Подробности по телефону на экране. Дарья Белева, Жаргал Ирдынеев, телекомпания АТВ. Танцующих бабушек и поющих дедушек накануне можно было увидеть в КДЦ «Рассвет». Там прошел городской фестиваль, посвященный 77-летию победы в Великой Отечественной войне. Александр Гостев побывал на концерте и, как утверждает, даже научился танцевать. Смотрим. Фестиваль ветеранских коллективов – это конкурс песен и танцев. Он проводится ежегодно в преддверии 9 мая. Однако из-за пандемии пришлось сделать перерыв. В связи с ковидом мы, конечно, не проводили уже года три. Это фестиваль ветеранских коллективов, творческих коллективов. Раньше в свое время, где-то лет, наверное, 10 назад, мы проводили чисто хоровой фестиваль. Но в этом году мы решили, что это будут не только хоровые коллективы, но и танцевальные коллективы, кому за 50 плюс, так скажем. Мы здесь стоим, мы с вами, мы с ними, победим, мы с вами победим. Люблю вообще художественную деятельность. Но не все нравятся песни, не все. Не все. А какие не нравятся? Ну, сейчас вышли, не понравились. Краснота нравится, подружки будут петь мне нравятся. Вот такие песни нашего времени. Какие эмоции. Просто, кажется, значит, как будто бы я родилась заново. Вообще, приятно. Во фестивале участвовал 31 коллектив. Это около 600 любителей самодеятельности. Все они награждены дипломами и денежными сертификатами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, по кругу солнце. Не пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, Александр, вы не смеете. Вот смотри, один. Нет милей и прекрасней земли, чем священный и сказочный край. Этот край наш берегли. Дали имя горе Алханай. Не забывай. Алханай, Алханай. А вы танцуете? Да, конечно, я танцы ставлю. Вообще, человек-оркестр. Ну, человек-оркестр. Но учеников у меня очень много, конечно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все нормально. Так, будешь каждый день заниматься, по утрам будешь здоровее. И фигуру играться, экстранировать. Будет классно. Все. Спасибо большое. Обязательно буду каждое утро танцевать. Раз, два, три, четыре. Александр Гостев, Артур Звержевич, телекомпания ТВ. За свою долгую жизнь Александр Лупсанов успел поработать осмотрщиком на Улан-Уденском ЛВРЗ, председателем народного хурала, мэром города и советником президента Бурятии. Он внес большой вклад в развитие нашей республики. Сегодня на стене дома, где жил Александр Гомбоевич, установили памятную доску. На открытии собрались друзья, родственники, коллеги. Человеком был он на вид, так скажем, простым, доступным, всегда готовым прийти на помощь. И всегда люди к нему тянулись. Ну и, конечно, деловые его качества. Деловые качества, которые позволили ему добиться таких вершин, как стать председателем народного хурала. В установку мемориальной доски большой вклад внесли депутаты ГОДСовета, администрации города и Совет ветеранов. Александр Гомбоевич, Александр Гомбоевич внес неоценимый вклад в развитие нашего города. И пользуясь случаем, хочется поблагодарить Совет ветеранов, сподвижников, друзей. Я очень благодарна, что они не забывают, что они помнят, чтят память отца. Эрдени Лупсанов, Артур Зверджевич, Александр Зуев, телекомпания АТВ. Пожары и ДТП – самые частые темы ваших мобильных репортажей. Но на прошлой неделе к ним добавилось кое-что новенькое. На что и кого жаловались горожане в нашу редакцию расскажет Софья Бурлакова. Горящие кладбища родительский день обернулся не только масштабной уборкой, но и не менее грандиозными пожарами. Только за прошлые выходные их в республике зарегистрировано 12. И это только крупных. Все по вине человека. Даже огромные штрафы не останавливают человеческую глупость. Небезопасный транспорт. Город Улан-Удэ заполонили электросамокаты. Одни рады такому развлечению, других беспокоит безопасность на дорогах. Автор этого видео возмущен безответственной мамашей, которая едет по проезжей части с ребенком, да еще и без специального шлема. Так может быть дело не в транспорте, а в культуре вождения? На работу через препятствия. Автору этого фоторепортажа перевернутая авто перегородила дорогу на работу. Так может быть это знак? Кстати, это фото стало самым обсуждаемым на прошлой неделе. У автора, видимо, жизнь совсем печалька, раз его день опечалило данное событие. Чтобы в такое ДТП попасть, надо лететь со скоростью света. Кстати, автор именно этого репортажа получил от нас деньги. На его месте можете быть и вы. Снимайте на телефон все, что покажется вам интересным. ЧП, ДТП, мусор, пробки, ямы и даже котиков. Вы нам видео, мы вам деньги. Каждую неделю авторы лучших мопрепов получают 500, 1000 и 1500 рублей. Новые видео и победители в следующую пятницу. Пока-пока. На экране QR-код. Наведите на него камеру и добро пожаловать в наш телеграм-канал. Новости там не кончаются никогда. Ну а я с вами прощаюсь. Впереди длинные выходные. Проведите их с близкими. Улан-Удэ Стальмост – крупнейшее предприятие по производству металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке. Улан-Удэ Стальмост имеет высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование. За время работы заводом было изготовлено более 1 миллиона тонн металлоконструкций. Улан-Удэ Стальмост. Без нас не строятся мосты. Оптика СССР. Такую выгоду нельзя пропустить. В Оптике СССР весенние скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Приходите в Оптику СССР. Редактор субтитров А.Семкин